раз зараженные даже появляются там где не нужно у меня зарождаются опасения насчет искусственного интеллекта ну а вам здрасте должно быть все кто подписан ровно как я понимают значимость первой части дайнлайт для этого канала ведь именно с видосов по первой части начался активный рост числа подписчиков и так сказать мой переход на серьезный подход к созданию роликов ведь изначально у меня были без шуток грандиозные планы по набору аж 1000 подписчиков за год а потом вышел видос по первой части и все пошло как-то не по плану прости не расслышал что и вот совсем недавно вышла вторая часть игры на которую лично я возлагал дохренича надежд хоть и понимал что проблемы с разработкой наверняка ничего хорошего не привнесли бы в сам дайлайт 2 забегая наперед проблем реально достаточно много и откровенно говоря сразу можно заявить свое личное мнение двойка на порядок слабее первой части но как бы это абсурда не звучало она является довольно крепкой игрой для нашего времени несмотря на все косяки как обычно обо всем по порядку и в процессе буду пояснять за разные моменты игры только сразу отмечу что по ощущениям для полноценного раскрытия и понимания сюжета с мотивацией персонажей нужно пройти игру аж три раза с нуля ведь разрабы решили что будет просто великолепной идеей отказаться от сохранений от новой игры плюс которая кстати была в первой части и просто заставить игроков заново стартовать всю сюжетку отсюда видимо и рисуются обещанные 500 часов геймплея я же для этого ролика прошел игру два раза за две фракции и только под конец второй проходки понял что есть целая ветка этакой хреновой концовки потому ее затрону лишь вскользь и буду стараться рассказывать про варианты сюжета за обе стороны взяв за основу второе прохождение которое я и записывал полноценно в этот раз довольно длинная вводная часть получилось но знаете ли ролик тоже не короткий так что как обычно хватайте вкуснейшую доступную еду удобнее устраивайтесь и переходим к сюжету хотя сначала нужно обозначить что имбовейших пушек как в первой части теперь нет и многие игроки могут остаться недовольными этим фактом но вас друзья мои за разнообразными пушками из которых можно вдоволь настреляться могу отправить варфейс ведь варфейс это динамичный шутер включающий в себя просто тонны разнообразного контента и насчитывающие миллионы игроков со всего мира при этом варфейс имеет историю в почти 10 лет и исправно продолжает радовать своих игроков стабильной работой постоянным развитием и добавлением нового контента а в обстоятельствах когда куча игровых компаний уходит с нашего региона варфейс все также верен своей фан базе и остается в легком доступе через store my games абсолютно бесплатно и выделяется игра широким выбором как пве так и пвп контента на любой вкус любители пвп например могут играть в десяти режимах и участвовать в соревновательных рейтинговых матчах совершенно не беспокойся о мерзких читерах ведь систему античита значительно переработали и встреча с нечестным игроком стало просто редкостью но отдельного внимания заслуживает сюжетные пве миссии в самых различных сеттингах которые можно проходить как одному так и в кооперативе с друзьями прямо сейчас варфейс начался сезон авангард а вместе с ним в игру внесли переработанные классические карты улучшенный боевой пропуск и новые оружейные серии кстати для игроков пока стала доступна обновленная система прогрессии с которой играть стало еще приятнее ведь ранги берутся быстрее а получаемые награды заметно лучше по ссылке в описании ты сможешь забрать крутые игровые новинки в соответствии со своим опытом игры позже кстати расскажу почему именно нет пушек и затрону комикс по вселенной дайнлайт выходивший как приквел ко второй части но прямо сейчас с головой окунаемся в историю естественно обе проходки были на высокой сложности и сразу говорю что на более низкой играть это равносильно принятию снотворного ибо игра до смешного простая и даже на высокой я чаще умирал например от падения из-за кривых рук но ладно меня больше заинтересовала инфа из вступительного ролика ведь если верить словам рассказчика то никакого взрыва в конце dlc не было а значит наш любимчик крейн так и заразился и выбрался за пределы хорана чтобы разнести заразу дальше по миру однако при этом в самой игре можно находить разные газеты еще тех времен где написано что хран был стерт с карт из-за чего многие решили что взрыв все-таки это канон потому-то я в этом моменте запутался окончательно ровно до тех пор пока не встретил спайка из первой части и пока не начал доходить разные упоминания других персонажей в общем судя по всему начиная примерно с 2016 года вирус все-таки вырвался в мир но не уничтожил человечество разом вместо этого лучшие умы планеты все-таки создали вакцину от штамма хранского вируса и смогли остановить эпидемию казалось бы все отменяем все исследования отменяем вгм которые обосрались на весь мир еще в первой части и живем спокойно но каким-то хером вгм просто типа запретили исследования при этом никак не контролируя их деятельность ведь уже к двадцатым годам в секретной европейской лаборатории веселые ребята из этой организации добра вовсю разрабатывали новый штамм того же вируса стараясь его усовершенствовать и уже в двадцать первом году совершенно неожиданно случилась новая утечка обновленного штамма в этот раз не вакцина не антизин никак не смогли помочь просто потому что масштабы трагедии и скорость распространения вируса были ужасно велики это событие назвали падением фактически все города превратились в обители зла а выжившие стали жить в небольших поселениях кое-как обживаясь на диких землях думаю глупо будет спрашивать почему зараженные города не за ракунсители однако один город велидор все еще остался пригодным для жизни ведь он был обнесен стенами типа харанских и когда уже весь мир пал там оставалась цивилизация и велись разработки вакцины ровно до 2025 года когда ученые были в нескольких днях от создания вакцины одному вояке по классике ударила моча в голову и он решил плюнуть на здравый смысл и так сказать подзаработать короче челс вернул последний этап исследования и решил что нахуярил в город пару волн химикатов смешанных с вирусом заразил добрую половину населения и хотел даже продавать вакцину которой кстати у него не было ведь ее доработала одна из ученых записала формулу на флешку и погибла нахер на последнем приеме с военными и богатеями отдав то ли подруге то ли своей бывшей ту самую флешку подруга кстати тоже погибла превратившись в банши новый игровой вид мутанта флешка так и осталось при ней из-за чего я думал что хоть как-то в сюжете игры это мелькнет в общем вояки снова все сделали по высшему классу максимально смачно дав соснуть здравому смыслу после этих событий выжившие перебрались на крыше зданий где было минимальное количество химикатов и зараженных да начали обустраиваться там единственный прикол был в том что почти каждый житель этого города был заражен новым штаммом вируса но из-за воздействия ультрафиолета вирус как бы спал в их организмах позволяя спокойно жить так что велидор все еще остался своеобразным оплотом цивилизации и шансом на восстановление крупных скоплений человечества а единственным способом связи между велидором и мелкими поселениями выживших стали пилигримы как говорится то ли тупые то ли смелые то ли совершенно невменяемые уебаны готовые шататься между поселениями и выполнять разные иногда даже мерзотнейшие поручения и вот спустя еще 11 лет после выходки военных или 15 после падения в 2036 году под наше управление попадает один из таких пилигримов которого вступление вызывал вайбы от сталкера главный герой эйден прямо сейчас кста успешно добирается до окрестностей виридора для поисков своей сестры мии завязка ни для кого уже не секрет хоть в самой игре не сразу об этом говорят однако самое смешное здесь то что эйден сестру потерял еще в детстве как раз лет 15 назад и лишь спустя полтора десятка годиков он так сказать опомнился шо ебать там где-то моя сеструха так что гой искать ее тут же нас встречать спайк тот самый который в первой части был не просто второстепенным персонажем а скорее даже эпизодическим старая добрая биба и боба имели то больше сюжетного времени но видать разрабы могли себе позволить только его тем не менее пайк тоже является пилигримом и давненько знает эйдена с его же слов дают понять что главный герой выживать в дороге уже аж 4 года а научился делать лишь аптечки из меда и ромашек прости крейн они все проебали твои аптечки из алкашки останутся в моем сердце навеки короче после короткого обучения челы добираются до загадочной виллы в которой через пару лет после падения отмечали последние дни человечества так сказать уходя из жизни со свиньячим визгом сюжетно это почти ничего не значит так что лутаем все что не так лежит ловим странное признание от спайка я начинаю тебе беспокоиться ты знаешь поговорку начинаешь о ком-то беспокоиться пора валить и забираемся повыше что попить пивка с отличным видом на закат тут же кстати спайк буквально из пальца высасывает шанс упомянуть крейна жаль край на этого не видят что фанаты наверное прослезились не знаю но лично я сидел примерно с таким выражением лица и мыслями нахуй ты вообще это высрал дядя прошло лет двадцать уже но похер главное что спайк выследил для нас некого вальца а точнее информатора который с ним знаком вальцы является ключевой фигурой в истории и я даже поначалу подумал что это некая попытка закосплеить раиса но об этом позже пока что эйден через какую-то посылку прогоняет спайка из сюжета ведь время его камео наверное закончилось и хватит на старгировать пацаны а перед прощанием хоуми посылает к радиовышке чтобы связаться с тем самым информатором почему бы не пойти прямо в город вместо этой вышки ну потому что как я говорил раньше город обнесен стенами ровно как хран так что информатор не только должен рассказать о вальце но и может провести эйдена за стены короче частоту получили и топаем к вышке дорожкой нам подрубают старый добрый симулятор бомжа клептомана который лутает все что не приколочено к полу и дают помесить зомбарей которые к моему шоку остались даже с прежней озвучкой если закрыть глаза пока пиздите этих ребят то воображение будет все та же первая часть нам было похуй отличие к сожалению одно боевку просто кастрировали в прямом смысле x-ray с бешеным импактом от ломающихся костей убрали ощущение отскакивающего тупого и буквально застревающего в тушках острого оружия также выпилили но и в целом у большинства пух сделали какой-то ватный импакт который лишь к середине игры начинает кое-как компенсироваться обвесами с модификациями спасибо что хотя бы расчлененку оставили а то вообще была бы грусть только не подумайте что все прямо ужасно похуже первой части но все еще местами приятно и получше многих проектов но пока я жаловался мы наконец-то паркурили до домика у вышки а паркури кстати я тоже паную но чуточку позже ведь прямо сейчас при попытке найти ночлег на эйдена нападает парочка зараженных и судя по всему хозяйка этого дома банши точно такая как в комиксе одна из новых мутантов которая впрочем довольно легко отлетает вы не подумайте что я лох и не уклоняюсь просто хотелось подольше записать сам файт пока рассказываю а вообще все это к тому что именно в этот момент мне в голову пришла мысль будто все это какая-то наводка на события комикса якобы вдруг будет хотя бы побочный квест по исследованию легенд о банше однако вместо этого разрабы поводили мне вялым по губам и такие причем банше посвятили даже отдельный трейлер где четко обозначили акцент на медальоне и в самой игре оставили последствия этого трейлера так что в итоге я был дико разочарован так нагнетали и потом просто жидко перднули печально и такое решение воняет говном возможно хотя бы dlc будет связан с этим хз чисто ради справедливости отмечу что реально сложно будет внятно эту линейку завести в dlc буду рад почитать ваше мнение на этот счет а пока что эйден не словил информатора по радио и решил немножко отдохнуть в царстве морфея попытав счастье на рассвете а чтоб спалось приятней он ловит довольно мрачный сон воспоминания систем которая явно откуда-то хотела сбежать но чел в халате нагло прерывал попытку затем малых отвели к другим почему-то лысым детям откуда эйдена увели наукольчик нахуй отправляющий его в полет над телом наверно забористая доза была раз эффект настолько крутой если откинуть ступые шутки то становится ясно что главный герой сми и находились на экспериментах у ученых ровно до происшествия с пожаром разделившим всех а на утро же как водится наступает утро и чисто по плану информатор выходит на связь внезапно оказывается что это чел знает про опыты над детьми провальца просил условкостью главного героя и так далее да главный герой кстати якобы сильнее и быстрее других нормисов но до крейна мастера на все руки и высоко квалифицированного эксперта во всех областях ему явно еще далеко тем не менее эйдену вроде как похуй на все вопросы экспериментов и сил потому что его интересует только мия и все ли с ней в порядке информатор же обещает рассказать вообще все что знает включая информацию о сестре взамен лишь просит помощи пилигрима в побеге из велидора и сопровождений до нового парижа для того кто четыре года выживает в дорогах между поселениями это по идее как два пальца обоссать так что двигаемся к нему навстречу прямиком в тоннеле у меня был только один вопрос на кольят нужно было идти в тоннеле если можно встретиться сразу за городом и отвезти чела куда нужно разве что для того чтобы узнать как потом в соло попасть за стены велидора подумал я и снова мимо о боже заткнись это нужно было чтобы встретить старого не доброго прыгуна получить от него пизды кусь за ручку и заразить главного героя новым штаммом вируса здорово правда заодно мужиков отрезало от выхода наружу чисто чтобы сюжет так сказать завертелся короче пока эйден наслаждался приходами от заражения бандюганы с крайне странными голосами пристанули информатора выбивая из него некий ключ ты же должен был сдохнуть куда ты спрятал ключ парень а пока они дожидались прихода босса нас решили познакомить с обновленной боевой системой против людишек ну типа почти как раньше только как то странно все во первых бои с людьми в разы тяжелее чем с тупыми зомбарями но не потому что первые умнее а потому что легким взмахом дубины ломают герою половину кабины а сами выдерживают десяток ударов блокируют еще эффективнее чем в первой части и иногда мансуют как боженьки во вторых добавили идеальный блок и возможность оглушить врага что иногда превращает сам бой в цирк без волков но спрыгающим как обезьяна главным героем ну и еще куча абсолютно бесполезных скиллов в ветке прокачки так при этом у всех врагов в игре какие-то странные проблемы то ли с геями то ли с гачи движухой то ли все сразу ведь они то с завидной частотой обещают выебать главного героя то очень обидно обзываются то испытывают неподдельный интерес к жопе эйдена короче ребята странные но я бы ходал на растерзание какому-нибудь боссу качалки или на перевоспитание от величайшего в любом случае после обучения самой боевки и попускания пары пачек этих ренегатов оказывается что информатора отделали чуть ли не до смерти потому он отдает нам ключ доступа в г.м. которые хотели заполучить бандиты и под страхом прихода босса ренегатов посылает эйдена сразу в город чтобы тот отыскал некий рыбий глаз и девку по имени луан говорит отдать ей ключ и якобы вместе мы во всем разберемся и доберемся до мии так будто всего этого было мало он еще говорит что если вальц доберется до ключа то городу пиздец ровно как и всем живущим здесь людям супер скомканная и странно мотивирующая завязка в которой еще впихнули первое знакомство лично с вальцем я уже говорил что щел его за косплеера раиса ведь даже по рации вызывают тахира что тоже как бы отсылка наверное не знаю однако сильнее всего позабавила разборка с информатором его кстати оказывается звали диланом ну и вальц такой пришел типа по спокойному начал спрашивать о ключев где а после искрометные шутки старого советского мультика он такой и начал рассказывать дохуя философские познавательные истории сильно смахивая тем самым на рейса короче дилану f айден побежал в город бежал ловил приступ от вируса плавал снова ловил приступы и наконец выбрался наружу прямиком на базар базу первой фракции выжившие казалось бы эти ребята сто процентов должны были помочь нашему герою или хотя бы попытаться подать руку помощи страдающему но эти ублюдки решили создать о себе просто незабываемое первое впечатление закричали что этот без некого биомаркера и решили провести ему целебное повешение ну тупо по приколу чисто добрейшие блять самаритяне так бы и закончилась наша история если бы действительно не добрый незнакомец вписавшийся за главного героя зовут его хакон чел чисто пошел против всех даже против своих подруг прикинулся знакомым забрал эйдена и вколов какую-то дозу продолжал дефать от бешеных подруг тупые лошадиные морды видят что челик связан не кидается на них и даже члена раздельно разговаривает однако все равно агрятся и блять говорят что главный герой их якобы чуть не убил возможно я что-то проморгал конечно но ни единой попытки накинуться на кого-либо не было так что пошли нахуй дамы хакон кстати как раз рассказывает что от обращения спасли некие ингибиторы и ультрафиолет которого кстати на базаре было очень много но это на все равно чуть не повесили логика и практическая информация здесь видимо они применимы как говорится осадочек то остался тут же наш новый друган поясняет что для нормальной жизни в видоре нужно иметь биомаркер херню что у всех на руке она показывает уровень заражения и без этого индикатора эйдена не пустят в рыбий глаз да и вообще куда-либо не пустят нужно непременно обзавестись браслетом из плохих новостей биомаркеры уникальны и просто стянуть его с уже обратившегося присобачив себе на руку не выйдет потому нужно раздобыть новый вторая плохая новость искомый рыбий глаз это бар который находится совершенно в другой части города которая по традиции отрезана от текущей целой свалкой химикатов которых и зараженные и живые люди умирают за считанные секунды единственный путь по словам хакона это тоннель который очень ценный для его владельцев они охраняют как портал в ебучую вальгалу пройти почти невозможно но опять же тоннель сейчас не главная проблема ведь без биомаркера с нами даже говорить не станут однако и с этим тоже может выручить наш новый друган который тут же предлагает прогуляться за новым биомаркером пока не наступила ночь ее я кстати ждал чуть ли не затаив дыхание ведь вспоминая ночи с первой части где-то же на пятое прохождение бывало стремно я готовился к отвалу пизды так что с предвкушением побежал за хаконом по дорожке тут рассказывает что служил в армии где приобрел шикарную подготовку а потом был уволен за неподчинение и работал таксистом изучив город как свои пять пальцев но мы-то знаем что его играет актер каскадер и лидер мирового паркур движения дэвид бель так что вопросов к его подготовке нет сейчас то и настало время поговорить о паркуре в этой игре потому что в ходе подъема эйден понимает что у него вдруг силы стали слабыми и выдохнувшись падает с билборда тут же как он говорит что нужно бы подзарядиться от все тех же ингибиторов которые вернут силушек и подкинут еще сверху откуда у него вообще был этот загадочный ингибитор изначально и откуда он в принципе знает про все эти свойства расскажу чуть позже но главное что эти ингибиторы теперь основа прокачки и за всю игру ключ вгм не одну сотню раз заебет игрока со своим детектором ингибиторов это все к чему а к тому что почти все элементы паркура кроме простого бега требуют выносливость которая качается ингибиторами и даже казалось бы простой зацеп довольно быстро жирает полоску этой самой выносливости из-за чего наверное первую треть игры паркур кажется более вялым чем он был в первой части я даже не поленился и скачал для сравнения крейн поначалу тоже довольно вяло исполняет крапканье и всякие элементы но за какой-нибудь час качается первое мастерство ветки паркура и начинается довольно бодрая движуха тут же будь любезен сначала отыщи несколько пачек ингибиторов а потом блять еще и прокачай минимум пять довольно медленно качающихся уровней чтобы взять основные перки для паркура и только тогда у тебя начинается бодрый паркур который концу игры станет даже лучше первой части хотя это тоже достигается через парочку довольно абсурдных навыков типа невероятного рывка вверх или вперед на буквально жопной тяге вылетающих газов наверное иначе не знаю как логически пояснить за эти приемы и как бы да на герои ставили эксперименты делали его сильнее быстрее других и все такое но это слишком ленивое пояснение ебли физики опять же ваше мнение в комментарии а я поныл и пойду дальше по сюжету ведь это не ролик разбора паркура тем более если ускорить его прокачку претензий вовсе не останется все-таки я для физики в игре зомби и пушками со стихийным уроном это наверное норма в общем по дороге еще попадается вторая фракция миротворцы типа местных представителей порядка и чуть ли не военных строгие ребята которые в целом стараются защищать выживших пусть и своими странными методами их фракция естественно противопоставляется фракции выживших тех которые живут на базаре а учитывая что те ребята хотели повесить эйдена я изначально настроился мягко говоря скептически к базарцам и более адекватным выглядел выбор миротворцев тем временем как он привел нас к эрдропу военных где должны были быть биомаркеры но так как в отличие от остальных дропов в игре этот был чуть ли не прямо в кармане у любого зеваки его уже залутали оставив закрытым лишь отсек для микросхем крайне ценных в нынешних условиях и так уж получилось что открыть этот самый отсек можно только нашим ключом вгм последним работающим ключом в городе так еще и открывает вообще все замки будто это был ключ самым высоким уровнем доступа в организации это совпадение только и все быстренько рассказываем охуевающему хакону про дилана вальца и свои планы чтобы тут же начать охуевать вместе с ним потому что внезапно наступила ночь без легендарного звука наступления ночи из первой части к сожалению но начинается пробежка до базара основного укрытия выживших напряженная музыка и крики предвещали тот самый ожидаемый экспириенс осранный охранник базара не стал пускать нас без биомаркера эйдена даже мутант за спиной и ценная электроника не обеспечили проход внутрь а на добивание этот ошметок говна еще и вырубил все лампы которые как минимум задефали бы нас от опасных мутантов поясню что охранник буквально нарочно отключил лампы ультрафиолета которые просто горели и будут гореть дальше все ночи напролет сечете нам как бы говорят что чел просто хотел убить главных героев и это еще больше настроило меня против базарцев которые второй раз на ровном месте просто решили убить нас почему так сделал только потому что фракция выживших это ублюдочные животные мне справедливо виделось только такое объяснение и буквально сразу же новый вид мутантов крикун стартанул погоню погоню которая в очередной раз меня разочаровала дав понять что ночь теперь это просто тот же самый день только темно и иногда на тебя начинают нападать чуть более опасные зараженные которых впрочем потом будете просто месить с уже классическим криком дело в том что атмосфера ночного геймплея просрано полностью опасность не просто не ощущается и и нет даже легендарные прыгуны делавшие ночь чуть ли не испытания в первой половине игры теперь встречаются либо днем в лабах вгм либо ночью аж блять на четвертом уровне погони который можно сделать только нарочно и то придется без шуток постараться потому что тупорылые зараженные либо слишком быстро дохнут либо банально отстают от эйдена во время погони чтобы просто набирать эту ебучую полоску приходилось как в каком-нибудь nfs most wanted бегать кругами постоянно находясь у них на виду и стараясь случайно не перебить несчастных а чтобы добить игрока и отрезать всякое желание играть ночью разрабы нагло порезали ночные бонусы к опыту теперь реально нет почти никакого стимула играть ночью разве что ради фарма расходников и ночных миссий текущая же погоня оканчивается у дома старого друга хакона киллиана который как крыса тоже не захотел открывать нам дверь предоставляя возможность немножко пофармить зараженных однако по классике в последний момент чище когда герои буквально оставались на лимитах врубает ультрафиолет и забайтившись на добытую электронику все же впустил к себе переночевать впрочем забегая наперед у него были причины недолюбливать и не доверять хакону тут же выясняется что увы даже у киллиана не осталось биомаркеров так что бросая парочку намеков на их прошлое и то что хакону не свойственно помогать людям наш новый спутник уходит на разведку к некоему госпиталю и пока он будет развлекаться на ночной прогулке нам дают поболтать с бородатым от него кстати и узнал побольше про биомаркеры и про ингибиторы которые к слову могут использовать далеко не все довольно большая часть людей не получает прибавок к выносливости и стойкости а просто откидывается и отправляется к праотцам но вот те кто выживает становится на порядок сильнее других так что это ну типа повезло ну а дальше снова сон на этот раз лишь с голосом сестры которая даже немного раздражает благо от этой пытки спасает вызов по рации ведь как он уже определился с местонахождением биомаркеров и наш путь пролегает к госпиталю если двигаться строго по крышам тарущие твари не триггерят погоню и эйден налегке добирается ко входу замок от которого впрочем сломан но через автобус въехавший в бочину мы оказываемся внутри где уже ждет нас гид с ним еще нужно пройти небольшое обучение по взлому замков который остался в принципе без изменений даже точки наклона для открытия остались теми же самыми потому проблем не возникает зачем ломать то что и так работает правильно а дальше чисто чиловые пробежки по палатам с отдыхающими зараженными шахта лифта не поддается так что остается идти в обход через палаты вызывающие уже целый галлюциногенный приход у главного героя заткнись блять супа не выводи меня блять из него можно понять что мия была довольно таки гиперактивной девчонкой которая даже не боялась немножко пошкодить а вот эйден был откровенно говоря душным челом по меркам детей который вечно стал нарушать правила или делать то что обычные делают дети возможно именно поэтому он выжил в отличие детишек из первой части из галлюцинации нас выдергивает хакон в разговоре с которым оказывается что герой совсем немножко так на пол шишечки потерял вообще все воспоминания о том времени а значит по ходу сюжета нас ожидает еще не один такой приход поясняющий события как для игрока так и для самого эйдена а пока что его величество стелс думаю все прекрасно помнят скил великого специалиста по разоружению крейна так вот тут стелс тоже как бы есть и он даже чуть более разнообразным стал но вот килл из этого стелса сделали неоправданно затянутыми вместо шустрого сворачивания шеи каждый раз необходимо посмотреть неприлично долгую анимацию который совсем чуть-чуть укорачивает скил использования ножа ведь понимаете нужно прокачать целый скилл ветки чтобы догадаться прыгнуть врага ножиком и то после применения эйден просто выбрасывает этот самый нож в общем стелсит стало просто не очень приятно а сразу после обучения этому ремеслу нам дают понять что кто-то слишком много ест лифт не выдерживает откормленного героя а запас его выносливости оставляет желать лучшего и топать за порции ингибиторов оказалось что прямо на этом этаже находится склад вгм где ну сто процентов завалялась парочка лишних из проблем только его высочество прыгун который дриггернулся от звука лифта но если не особо шуметь он мешать не станет тупо стелсим через отдыхающих врачей ловим очередной приход сестрой где малой снова душит своей сцикливостью и наконец-таки добираемся до первой дозы для выносливости кайф по вене эйден в пене как говорится осталось метнуться обратно к лифту и наконец догнать хакона он уже отыскал новенький рабочий биомаркер и гордо нарекает нас гражданином от имени всех шлюх бандитов и придурков нарекаю тебя гражданином веледора как вдруг оказывается что вот-вот наступит финальная фаза превращения а значит пора въебать газку прямо на улицу шобка говорится впитать немножко солнечной любви в виде ультрафиолета это же солнышко кстати спасает и от доставучего прыгуна затем это начинает изливать душу своему спасителю где в процессе сам хакон делится давней мечтой о жизни у океана и планами научиться серфингу этакий побег от душного города к своеобразному пляжу а наш герой как никто другой подходит для осуществления этого переезда не стану спрашивать как два зараженных чела собрались перебраться до моря где даже не факт что окажется ультрафиолета вы лампочка просто соглашусь на сделку взамен на спасенную сраку и перейдем к делу ведь как мы узнали раньше единственный проход к центру и рыбьему глазу сейчас под контролем миротворцев но есть проблема даже с биомаркером туда никто не пропустит проблема в том что совсем недавно кто-то завалил их командира и все сейчас находятся на ушах полностью перекрыв передвижение по тоннелю благо хакон в курсе за тайные проходы и смену часовых а значит есть шанс в крысу пробраться через все посты без всякого разрешения но к этому еще нужно так сказать подготовиться так что нам вручают бинокль и отправляют ну в смысле отправляют фармить открытый мир который теперь напичкан мини вышками мельницами случайными активностями лабораториями вгм всякими аномалиями и так далее занятий как бы много но в какой-то момент словите себя на мысли про однообразие способная очень даже сильно заебать так что подходить к этому нужно с умом не буду как-то осуждать или хвалить всякие вышки повторяющие активности ибо это вкусовщина лишь отмечу что частенько исполнение всего этого довольно комичное типа если крейн был мастером на все руки и квалифицирован под завязку то эйден как его копия с алиэкспресса иногда исполняет подчинку ветряка поглаживанием контакта вставочкой железяки на замену элемента и все такое как инженеру мне порой было больно крейн хотя бы просто дергал всякие рубильники и вкручивал заранее заготовленные элементы не вызывая чувство первобытного кринжа но как бы там не было вы будете замечать рост моего уровня между заданиями потому что я старался позакрывать абсолютно все активности и побочки до перехода во вторую часть города зачистил даже те что были якобы не по уровню все как раз из-за первого прохождения когда я парочку квестов оставил на потом из-за одного события просто оборвал себе любой шанс на их завершение многим позже расскажу подробнее однако сейчас нужно ждать хоккона и как раз можно выполнить побочные задания только учитывая что сюжет и без того достаточно объемный я не уверен что стоит рассказывать вообще про все побочки лишь отмечу что часть из них вполне себе достойно выполнено и даже перекликаются с сюжетом и решениями принятыми по ходу основной линии но также хватает квестов по типу подай принеси и хуй пососи без этого никак тем не менее касательно связи сюжетной линии например будет квест от парниши который искал новенького для этих мест человека чтобы завербовать его в какую-то группировку послал значит нас на встречу с нанимателем а там оказалось что они связаны с ренегатами и лично вальцем который поручил многим бандам искать незнакомца а после того как я дал пизды и сломал все что можно первой парочке бандитов оказалось что зазвало стал жертвой обстоятельств исключительно из-за своего брата который якобы был в плену у этих бандитов причем это был еще и брат близнец да и находился он ни хрена не в плену а просто пользовался своим наивным братцем само собой рассказал я все это вскомканно но суть в том что поначалу попадались вполне себе годные квесты с интересной развязкой я например целых два раза делал этот квест и образ не смог успокоить доброго брата после смерти злого подумал я и пошел дальше ведь как раз наткнулся на побочку от учителя истории который рассказывал детям про то как исчезло оружие дело в том что когда ситуация в мире была уже критической но за стенами велидора еще все было более менее хорошо военным понадобилось больше огнестрела потому генерал которого позже прозвали мясником приказал отобрать все вооружение даже у простых жителей а те кто вышел на протесты такому произволу попали под раздачу свинца из все того же оружие военные начали шмалять по живым людям и забрали кучу жизней которые теперь увековечены на мемориале забавно то что в итоге все это оружие не спасло как раз из-за выходки высшего командования из комикса но все тот же комикс показал что во время распыления вируса с химикатами оружие все еще было в ходу и военные даже на улицах шмаляли из автоматов так что я решительно не понимаю почему люди просто не взяли в оборот хотя бы пушки с земли тем более что еще ходят легенды что где-то в городе есть тайный склад боеприпасами и тем самым огнестрелом только вот никто не знает и наверное даже не пытается искать это добро держу в курсе короче затем я шлялся по городу собирая ебучие ингибиторы чтобы меня каждую минуту путешествия не донимала ебучие сообщение обнаружены ингибиторы и конечно же чистил лаборатории вгм вместе с аномалиями ради все тех же доз ингибиторов эти две активности формятся сугубо ночью и не сказать что в них нечто сложное в лабах можно полчаса ползать на жопе обнимая дохлятину либо за минут десять ураганом пронестись через толпы врагов сломав свою текущую пуху выбор как говорится за вами а в аномалиях нужно всего-то захуярить ревенанта новый тип мутантов которые способны поднимать трупы из мертвых этакий некромант от мира дайнлайт проблема с ним может быть только одна это говно может забаговаться во время прыжка и запрыгнуть наверное в параллельную вселенную вместо точкой назначения он испарился ну вот просто исчезает к хуям заставляя ждать следующей ночи для новой попытки как бы это получше сказать воняет говном ну и весило само собой на этом вроде все про метро расскажу потом ведь как он наконец-то вышел на связь и при встрече начал обсуждать наш план вскользь упоминая одну свою знакомую которая уж очень напоминает эйдена по своим способностям однако суть в другом пока я страдал хуйнёй сталина продумал великолепный план по проникновению в тоннель надежный как швейцарские часы как он типа будет отвлекать миротворцев а эйден под ночным покровом должен втихаря проникнуть к шлюзу тоннелей обходя оставшихся охранников что может пойти не так по идее ничего ведь сначала налегке месим зараженных и без проблем добираемся до искомого шлюза но тут же оказывается что активируется он мягко говоря громко так сказать добро пожаловать на базу миротворцев и на беседу лично с местным предводителем айтером и его помощницей андерсон она кстати сразу приняла это на за базарца но вот айтер оказался куда разумней потому когда услышал про то что мы извне решил нормально попиздеть именно здесь при первом прохождении я прикинул хуй к носу и начал размышлять о фракциях смотрите базарцы встретили главного героя с намерением убить потом второй раз охранник отключил лампы чтобы снова убить и все это при том что эйден не сделал ничего плохого для них а вот в случае миротворцев мы незаконно проникли на их территорию пытались их так сказать наебать даже зная запрете и по сути нарушили закон а эти парни не просто простили эйдена так еще и адекватно выслушали предложив помощь само собой и нам нужно было бы поступить адекватно выбирая сторону этих ребят ибо разрабы как бы намекают игроку про завету иисуса который предлагал подставить вторую щеку если ударили по первой только здесь после попытки повешения нам предлагают подставить жопу и предложить прыгнуть нас еще и ножиком встав на сторону тех кто пытался убить главного героя это я конечно отвлекся но факт остается фактом базарцы настроили против себя самого начала а айтер как я и сказал просто поинтересовался как там снаружи выслушал просьбу эйдена и заключил сделку говорит что пока убийцу командира лукаса не отыщут тоннель приказано перекрыть но если мы поможем отыскать этого самого убийцу то нас пропустят в первую очередь и совершенно без проблем зацепка только одна кастет и командира лазарь они пропали с места преступления так что найдя их можно будет отыскать убийцу все довольно просто как он наверное сам охуел от такого поворота потому не сразу заговорил со мной однако потом очухался и оказалось что кое-что про лукаса он знает как минимум то что своего командира миротворцы не просто уважали они буквально любили его как отца потому найти убийцу для них дело личное при этом как он знает одного челика скупающего всякий краденый мусор и даже вещи убитых как его зовут хуберт кирбацас также известен как рукожопый хуби услышав его погоняло стало понятно что имеем дело с человеком серьезным так что заставлять его ждать было бы ужасной идеей пошли искать на месте его не оказалось потому вместо захвата вышки эйден просто начал ждать чем даже немного триггернул меня потому что сразу после пробуждения оказалось что хуберт что-то заподозрил и рванул от нас куда подальше с легкой подачи своего знакомого эй хуби у тебя особый клиент тот самый пилигрим с базара ух сука ты меня не видел пришлось на время догонять несчастного в конечном итоге какие у него могли быть шансы против главного героя никаких по итогу оказалось что серьезный бизнесмен хоть и не тянет на гения но не настолько тупой чтобы скупать самые известные кастеты в этой части города не скупил но предложение к нему такое поступало причем внезапно от какой-то майи которую не знает даже сам хакон а по наводке перекупа удалось дойти до жилища этой самой майи и выяснить что это ни хера не женщина а просто мелкая девчонка которая гуляя наткнулась на тело лукаса и стащила прилично выглядящие кастеты проще некуда однако малая не пальцем делана и примерно понимает ценность вещам про этот момент наверное уже каждый знает отдам я тебе эту дурацкую штуку но за пять сотен это большие деньги детка могу дать десятку и это последнее предложение идет все равно никто не хотел покупать так сказать в натуре стонгс осталось вернуть их айтеру он как раз получал свое повышение до командира ведь каким-то хером у миротворцев кончились материалы и они перешли на татухи вместо лычек странная отмазка когда вокруг столько хлама но хер с ним главное что поручение мы выполнили и айтер почти рад находке но все еще не может пустить нас в тоннеле ведь кастеты так и не помогли выйти на убийцу и вопрос остается открытым но он дает понять что сам заинтересован в проходе через тоннель потому что в другой части города у него осталось жена и дети из-за чего я начал ему доверять еще больше благо на оружие стала зацепка кровь которая наверняка принадлежит убийцы а значит если отыскать челика сраны от этих когтей то дело будет в шляпе вполне ожидаемо из зацепок только базарцы которые давно стараются противостоять власти миротворцев и являются первыми подозреваемыми главный у них некий священник карл так что начать стоит с беседу у этого типа ну и последняя деталь татуировку со званием лукаса срезали с его тела скорее всего в качестве трофея только это никому не известно иначе миротворцы кинулись бы устраивать бойню на базаре за самое настоящее надругательство над телом любимого командира потому айтер просит держать это в секрете но если отыщем этот мрачный трофей то он станет неопровержимым доказательством вины сразу после этого обсуждаем обстановку с хаконом и он советует вместо карла попиздеть с некой софи которая отвечает за безопасность базара типа карл главный но лишь формально потому что он банально мягкотелый а вот софи решительная и наверняка будет знать куда больше по прибытии конечно чисто ради приличия мы с ним поговорим но только ради того чтобы узнать где вообще это ваша софи она же стояла буквально в паре шагов в компании огромного бородатого мудилы который после обычной фразы софи нужно поговорить хватает эйдена за горло с очевидно негативным отношением уже в третий раз эти ублюдки проявляют агрессию на ровном месте как можно в здравом уме быть на их стороне я не понимал потому во втором прохождении я буквально себя пересиливал чтобы остаться на стороне выживших они снова пойти за миротворцев настолько не меня бесили тем не менее софи как-то лениво отогнала своего мучащего увольня и таки решила поговорить нормально чтобы втереться к ним в доверие и доказать что нам можно доверять эйдену предлагают небольшую работенку метнуться к местному инженеру венченцо с его отцом и проспрашивать их о местах для добычи кристаллов это такие побочные продукты скопления химикатов очень ценные среди местных жителей только софи они нужны чисто для какой-то сделки пока что неизвестно какой однако венченцо со своим отцом альберто даже вне заданий могут продавать и улучшать для нас разные рецепты и что интересно реальным мозгом всей работы является немного дерганый и болеющий альберто а сын пока что лишь его ученик но сами базарцы из-за недуга считают старину лишь чудилой над которым время от времени можно посмеяться и это тоже как-то печально потому что базарцы даже к своим относятся так себе тем не менее нам сообщают что кристаллы нужно искать в темной зоне только туда уже направился некий барни брат софи а наша миссия резко превращается в спасательную операцию барни то отключил рацию и никак не выходит на связь барни ответь мне наверняка он как обычно просиживает задницу умо я это выясню остается только брать свою же задницу и двигать ее к темной зоне чтобы спасти несчастного добыча кристаллов отмечу что темные зоны это тупо места для добычи дорогих ништяков так что спасение спасением а дорогие ништяки сами себя не залутают не советую пропускать даже часть лута тем более что какой-то лысый типок валяется уже дохлым однако софи сказала что это не барни а лишь его напарник потому подрубаем ведьмачье чутье и по горячим следам топаем до второго этажа где в своеобразной подсобке и заперся барни впрочем этот идиот совершенно недоволен подоспевшей помощи и даже умудряется быковать на эйдена никак ему не доверяя лично я бы просто просунул рацию под дверь чтобы софи сама его лично убедила в том что мы пришли не от бандитов но вот протагонист оказался немножко так тупее и предпочел лично убеждать идиота короче только силой вломившись после очередного файта тупой челик таки проявил каплю доверия но заходить не согласился ведь где-то здесь есть третий участник ночной вылазки птичка он отвлек зараженных и увел подальше от барни чтобы тот мог унести кристаллы на базар хреново то что птичка оказался еще ребенком матери которого этот дебил пообещал защищать малого а учитывая что чел даже себя не может защитить никаких поисках и тем более помощи от него малой может даже не мечтать нужно брать дело в свои руки опять так что снова подрубаем ведьмачье чутье и потопали по красным следам по дороге казалось что все не так уж и плохо но увы как можно догадаться свой долг он выполнил и друга защитил даже смог перебить трех зараженных но вы сам уйти отсюда теперь не сможет еще печальней то что у этого парня сегодня день рождения а его мать даже не знала про вылазку так что барни со своим обещанием сильно проебался до скоро скоро мы скоро вернемся а птичку жалко сказал бы я но лишь еще сильнее обозлился на базарцев тупо из-за выходки барни который вместо того чтобы нас ждать резко рванул обратно к своим бросая и нас и птичку и нагло нарушая обещание которым прикрывался пять минут назад короче сформировался образ полнейшего уебана софи же даже умудряется дефать этого идиота якобы он не поверил эйдону и думал что тот просто хочет отжать кристаллы но во первых блять ты сестрой говорил дебил а во вторых я по дороге к барни налутал эти кристаллов на тысяч пять на кой ляд мне были еще и его кристаллы денег здесь в избытке в общем такой поворот воняет говном по возвращению кстати местный доктор вероника невероятно хорошо успела подлатать барни который не только стал выглядеть лучше но и умудряется быковать на эйдена ты должен был меня ждать планы поменялись я уже говорил что он мудак так вот мудила тем временем софи обсуждает с карлом ту самую сделку по кристаллам ведь выяснилось что они нужны для сделки с бандитами только перед тем как обсудить эту самую проблему нужно понять почему выжившие базарцы так сильно хейтят миротворцев дело в том что убитый лукас для своих был батей и крутым челом а для местных был занозой в жопе которую хейтили без зазрения совести все потому что придя в эту часть города миротворцы отжали самый крупный ветряк дающий энергию и начали отбирать воду с приличной частью урожая выживших чтобы так сказать прокормить и себя а взамен предлагали якобы защиту которая судя по всему было не так уж и нужна просто потому что местные и до них неплохо держались против зараженных но что касается сделки с бандитами то вся проблема как раз в воде запасы которой стремительно мчаться к нулю оказалось что одна из банд захватили местную водонапорную башню заминировали ее и на всякие ништяки меняют запас оживительной жидкости по итогу дефицит ударил по базарцам очень сильно плюс еще и миротворцы заставляют делиться остатками воды вот и не остается ничего кроме как пойти на сделку с бандитами впрочем софи не особо доверяет мутным типам и ждет подвоха от шайки жуликов поэтому эйден получает еще одну просьбу проследить за ходом сделки проверяйте проследил она касалась права и бандиты перебили посыльных за что заслуженно выписали себе билеты навстречу с сатаной в процессе кстати как раз прочувствовал всю силу и затянутость стелса так сказать первый и последний раз когда я решил сделать все по-тихому да и в целом зря старался ведь шо громко с ними бороться шо шумно один хер как только мы найдем умирающую тян и узнаем что карла похитили на эйдена нападет знакомый нам по первой части мутант лично я его рот топтал потому просто заигнорил обшмонал тела на предмет кристаллов и стало понятно что проще отыскать карла чем злосчастные кристаллы потому софи предлагает встретиться на крыше у эстакады чтобы вместе придумать план действий как он кстати всю дорогу активно интересуется расследованием и помогает втереться в доверие к базарцам чисто чтобы мы не забывали что цель найти убийцу лукаса и пройти в центр города а по прибытии на крышу оказывается что софи еще не подошла здесь был лишь герман тот самый агрессивный здоровяк где софи ты почему не на задании ты бы там пригодился но как вы поняли даже пёс бен был бы куда полезнее этого чела ведь он не только агрессивный но и фактически глухой и немой как узнаем чуть позже после падения герман служил у матери софи в охране но вроде как во время нападения зараженных чел неосторожно кинул гранату нападавших отчего их убил и сам лишился слуха а женщину судя по всему так и не смог защитить по итогу здоровяк решил защищать уже дочь своей нанимательницы может отсюда исходит его агрессия хуй его знает типа первый раз не дабдел второй раз решает перед деть короче держу в курсе дальше небольшой сон сестру хай пожаром после которого наконец пришла софи она-то и рассказала про историю германа из-за которой и не смогла послать его на сделку чтобы прикрывать выживших барни же снова быкует на протагониста и по факту еще разок настраивать против себя а софи снова дэвид мудака и наконец решает прекратить слушать карла действую так сказать жестко мы должны отомстить джек и джо убили их и теперь они сами умрут твоя рация иногда она немного барахлит тут же на связь выходит айтер который все это время оказывается следил за эйденом и начинал волноваться как бы мы не перешли на сторону базарцев но тем не менее он заботится выполнение сделки и решил предупредить что скоро начнутся обыски у людей софи и мы должны стараться остаться вне подозрений затем возвращаемся обратно и люблю чел птичка погиб чисто из-за тебя в общем первым шагом жестких мер это захват базы бандитов и спасение карла из их лап по факту же это очередной этап обучения по захвату всеми любимых аван бастов и план был прост аккуратно пробраться в лагерь вырубить часовых и дождавшись подкрепления перебить всех обитателей но стоило только рвануть в лагерь как миротворцы напали на убежище софи напрямую про миротворцев конечно же она не говорит но именно на это и намекал айтер когда предупреждал про обыски только вот он не упоминал что обыска кажется тубоблавой самым настоящим нападением так еще и по итогу эйдену пришлось почти в соло захватывать ванпост так что стартуем проще даже представить тяжело потом быстро освобождаем карла и понимаем что у софи все хуёво по словам освобожденного вся движуха происходит в отеле неподалеку причем стоило подойти к двери как на связь выходит хакон который прямо говорит что проще всего плюнуть на происходящее и пойти к айтеру который все еще отвечает за проходка второй части города ну и в первый раз я так и сделал но сейчас все же решил помогать второй стороне конфликта несмотря на весь негатив из раза в раз как и ожидалось внутри были тела базарцев и миротворцев но никаких признаков софи или ее приближенных лишь после выхода на крышу можно подобрать одну из раций по которой вызывает айтер это эйден твои люди мертвы но не успел эйден задать ему даже один вопрос как вываливается барни и без разбору начинает сыпать обвинениями в предательстве что очередной раз отталкивает от этих ребят так сказать снова рубит с плеча без разбору короче ломаем на борту поголовых пассажиров и натыкаемся лично на германа эйден пытается его остановить и убедить что мы на их стороне а лично я был рад наконец выбить все дерьмо извечно агрессивного черта может хотя бы в следующий раз будет думать прежде чем быковать по любому поводу то уже заваливается хакон и намекать что раз барни такой агрессивный то наверняка пытается сместить все внимание на эйдена даже софи с горем пополам начинает слушать пояснения и принимает решение сначала разобраться в происходящем потому что мы можем помочь друг другу кто убил лукаса он думает что мы софи скажи мне это вы сделали нет какое тебе дело до этого убийцы рассказываем причины помогать в расследовании смерти лукаса и оказывается что базарцы знают еще один путь минуя тоннель миротворцев а значит теперь можно спокойно впрягаться за них и не опасаться срыва сделки с сайтером только вот вопрос воды и бандитов все еще не решен расклад такой водонапорная вышка все еще заминирована и ее нужно вернуть если это не сделаем и то это сделают миротворцы в придачу получив абсолютно контроль над ресурсами в этом районе мы не можем этого допустить а значит врываемся в нее с двух ног и эйда начинает демонстрировать свои невероятные навыки сапера как вам такое разминировать бомбы просто снимая их с бочек звучит надежно по моему даже странно что бандиты не выставили никакой охраны и не заметили что кто-то шароебится прямо под ними вместо этого челны сцепились между собой в споре нужно ли взрывать все к чертовой матери один говорит что это уже перебор а другой такой жахнем только не водяры а все бомбы разом меня позабавило лишь то что я выбрал вариант убить их но эйден все равно начал договариваться несмотря на то что бомбы были уже все обезврежены пришлось договариваться на мировую и обещать вывести их потом из города вот только спойлер по итога не попадут в плен и я даже не стану и помогать пошли нахер башню с водой само собой в этот раз я дал базарцам чтобы быть уже максимально на их стороне примечательно что в первой проходке за миротворцев я понятия не имел о том что произошло в отеле и это осталось за кадром тупо послали в башню и все кстати из разговора с бандитами стало ясно что барни все-таки знал про засаду на лукаса и по идее мог быть причастен к смерти командира потому как он советует обыскать комнату этого типа как положено но и естественно в нычке за стеной эйден находит тот самый кусок кожи с татуировкой блять это человеческая кожа да ладно казалось бы все неопровержимое доказательство найдено но тут же заваливается барни который само собой отрицает все и даже агрессивно кидается на нас за такие обвинения потому в первом прохождении я такой братан тебе ебало набить сейчас или попозже пожалуй и набью сейчас и попозже так что в первом прохождении барни погибает смертью в ее бестово крота но в этот раз после получения первых пиздюлей заваливается софи и по традиции начинают дефаться всеми силами по идее даже логично дефает типа если эйден легко пробрался и обшмонал все то и любой кто хочет подставить базарцев спровоцировав агрессию группировок мог также проникнуть до нас потому скрипя зубами еще разок доверяем им и последний раз решаемся на мантюру по изгнанию миротворцев из этой части города софи же обещает сразу после этого помочь нам с переходом в центр но по приходу на обсуждение планов застаем сцену смены власти где карл выступал решительно против борьбы и в прямом смысле был отстранен от обязанности лидера единогласно ты не лидер карл и никогда им не был из-за тебя мы потеряли людей и кристаллы ты сам чуть не погиб однако в одном он был прав миротворцы сильнее местных и в открытую их не забороть потому софи решается на хитрый и довольно тупой план помните как я рассказал про отжатый крупный ветряк с помощью него люди айтера питают свою базу и все ультрафиолетовые лампы в тоннеле а значит если разнести сам ветряк все миротворцы резко лишатся своей базы и основного укрытия им придется отступить но тупой этот план потому что опять же самый крупный ветряк можно было просто втихаря захватить его и отключить закрепившись на его территории в конце концов это крупный источник энергии и просто разносить его будет самым тупым решением хотя это тупое решение уже принято так что идем к венченцо с альберта который в очередной раз доказывают тупым базарцам что последние мудаки и вместе с мужиками обсуждаем план подрыва они уже составили схему действий от нас требуется только метнуться к водонапорной вышке за взрывчаткой но по прибытии оказывается что среди базарцев был предатель и миротворцы уже наведались сюда в поисках оружия бомбы для альберта успели отправить из лагеря но коктейли молотова изъяли и устроили пожарище вокруг лагеря как бы намекая что не стоит рыпаться к сожалению до вывезенных бомб миротворцы тоже добрались вот только забрать их не успели ведь явились зараженные тебе повезло что явились зараженные все разбежались и кажись оставили бомбы не знаю чего они их не утащили прямо под носом же были в натуре дебилы ведь громилы лишь кажутся опасными на деле тут почти как в ds главный не рашить и не жадничать а просто аккуратненько бить бигбоев и оставаться в полнейшем шоколаде укладываем их поспать отыскиваем оставшиеся бомбы и погнали к альберта к сожалению оставшихся бомб мало просто потому что их две и с ними каши не сварить а значит мужикам придется немножко поработать руками собирая самопальные взрывчатки компоненты видеодобрения есть у бывшего ночного бегуна с которым мы уже знакомы это тот самый старознакомый хаккона который с горем пополам впустил нас переночевать самого его на месте не оказалось но компоненты для бомб были там плюс можно узнать что ночным бегуном был не только он но и хаккон именно про это шла речь когда они говорили в начале о помощи людям я еще расскажу про бегунов подробней но сейчас главное знать что это крайне скилованные люди которые защищали обычное население и активно помогали осваивать новые районы это буквально легенды среди простых людей сейчас же вернемся к бомбам винченц остался на базаре в который ворвались миротворцы но альберта успел прийти к ветряку и сможет на месте для нас все подготовить его сын также делится тем что я рассказал вам немного раньше именно альберта всегда был недооцененным изобретателем для которого наш план стал шансом доказать всем что не ошибаются насмехаясь над его семьей грубо говоря теперь все замотивированы отдаем удобрение получаем набор бомб это по им устанавливать их на вышку раз два три и как говорится все готово даже предоставил старику шанс сделать все самому жакир поможешь ну почти получилось но малой проебался в расчетах для закладки плента так что старина собирает еще одну бомбу и со всех ног летим на время прямо к верхушке установки причем времени реально в обрез и каждая секунда на счету но разрабы решили что будет просто ахуенной идеей заставить нас ждать пока лопасти делают оборот и по только через них можно забраться выше но в итоге мы по традиции великолепны идеальное исполнение увы и ах но пока мы подрывали ветряк миротворцы нашли альберта и избили его до полусмерти тем не менее дед до конца остается верен своему сыну и просит эйдена отдать все заслуги именно венченцо но сам сам получает респектулю остается посетить базар но я обещал говорить про оба пути сюжета так что по дороге на базар поясню что происходило в сюжете за синих дело в том что место плана по свержению миротворцев сейчас эйден вместе с хаконом отправились бы прямо в тоннели прямиком в центр города а вот базарцы провернули бы все без нас спалив ветряк и все так же обрубив подачу энергии из-за чего эйден сначала попал бы в полную задницу и разделился с хаконом который сюрприз сюрприз предал бы нас и забрал ключ в агм только с помощью андерсон удалось бы спастись из ситуации устроенной базарцами сама она кстати тоже в итоге обратилась бы несмотря на все наши усилия так что можно только примерно представить как много людей обратились в тоннелях после нашей выходки но прямо сейчас по приходу на базар оказалось что облава пошла полным ходом и кого не удалось взять в плен того просто перебили причем миротворцы вообще никак не церемонились с местными а потому доброй дороги на тот свет парни чисто одному челу было настолько поебать на обстановку что даже во время облавы и активного боя он тупо занимался своими делами нормально все мы же выдавая пизделей освобождаем пленников спасаем софи затем нас спасает барни доказывая что он не такой уж и уёбок и даем пизды подкреплению со все той же андерсон которая получается погибает в любом случае нет темноты так от нашей руки и это тоже так сказать воняет говном в итоге официально в этом районе побеждают базарцы и миротворцам не остается место а предателем оказался именно карл который потерял власть и пошел сдавать своих же людей я же могу вам сказать что есть кое-что потупее ведь тоннель теперь потерян и даже путь ко второй части города перекрыт чисто нашими руками но как он выходит на связь и говорит что есть еще один вариант только вот по приходу не успел ничего сказать как словил стрелу в плечо и сдал себя с потрохами ведь на его груди оказался шрам от лазаря оружие лукаса именно как он убил командира миротворцев именно он подставил барни наводя нас на трофей и все из-за того что он работает на вальца вы же еще не забыли вальца надеюсь якобы хакон угрожали смертью и заставили это сделать судя по всему встретив эйдена поначалу он решил попробовать без убийства помочь нам а потом под шумок вместе линуть из города но когда понял что эйден увяз в местных интригах по уши не осталось выбора кроме как сдать нас и все-таки добыть ключ для вальца а это значит что он не такой уж и херовый раз сначала спас а потом до последнего не хотел убивать протагониста из-за этого я его пощадил оба раза а вот снайпера который шмалял через километр стрелами пришлось лично выслеживать на подстанции мансуя от выстрелов через контейнеры и что куда смешнее в первый раз у меня случился баг я догнал стрелка раньше времени ну вот ебнуть его не получалось из-за чего я тупил еще минут пять наверное однако в итоге нагнал оригинал и сюрприз сюрприз что эйден поразился встреча с девочкой писечкой да так сильно что аж потерял равновесие вот только казалось что против нас лично она ничего не имеет и уж точно не работает на вальца у нее личные счеты конкретно с хаконом потому она такая учись выбирать друзей передай хакону это еще не конец ну точнее улетела на параплане товарищ предатель кстати оценил наше великодушие посоветовал опасаться встречную девку и заодно смотреть в оба когда доберемся до второй части города потому что там вальца еще больше власти и его ренегаты буквально базируются в том районе ну и наконец таки софи перешла к исполнению своей части уговора и рассказала про второй путь до центра есть один старый тоннель в гм который закрыт уже много лет но раньше им пользовались бандиты и если запустить генераторы то удастся пройти без проблем летим туда на месте уже к середине игры нас наконец решает познакомить с еще одним типа монстров который лично мне очень напоминает громилу из left for dead при попытке включить питание он тупо атакует пытаясь протаранить свою цель и по сути легко убивается со спины примечательно что за всю игру он появляется только тут и в еще одной сюжетной миссии а в открытом мире его так и не встретил но сразу после победы на тусовку вырывается айтер со своими людьми только в отличие от первого прохождения с негативом в голосе хотя по итогу сценарий миссии не изменился в обоих случаях питание отключается и мы оказываемся в ловушке причем почему-то эйден уверен что вальц находится именно здесь в этом тоннеле до этого как он вроде как намекал что должен был привести нас в какой-то тоннель но откуда вывод что вальц лично будет ждать решительно непонятно хотя признаю что по итогу антагонист оказывается тут и просто сдается в плен пока мы шатаемся в попытках снова подать энергию на двери типа сдается ибо стоило эйдену показаться как мужик спокойно просит отдать ему ключ за что тут же получает по морде и моментально подрубает от веточку ты заплатишь за то что сделал маленький мальчик притворяется что вырос но он не вырос драгоценный маленький мальчик но очевидно что ни один эйден в этой истории сильнее и быстрее других да короче вальц отжимает ключик вгм а миротворцы приказали долго жить видимо после этого ренегаты получили классический приказ добейте выживших и по пробуждении начался знатный замес с внезапным превращением эйдена причем превращение это будто прямой омаж в сторону пейнкиллера и совершенно без каких-либо последствий тупо дали пизды добежали к солнышку и все главная задача которая осталась снова отобрать ключ у вальца все вальц я иду за тобой а я иду делать вторую часть этой истории как раз сейчас должен выйти ролик около часа сюжет где-то на половине игры а впереди еще куча лора информации и событий так что уж извиняйте народ но я и так старался сокращать историю по максимум она довольно большая тем более с двумя проходками вторую часть выкачу немного быстрее первой потому что игруха уже пройдена и футажи на руках но пока что заглядывайте по ссылкам в закрепе особенно в телегу чтобы быть в курсе событий оставляйте комментарии со своим мнением об игре а я потопал огромное спасибо за актив и всем до скорого народ